Отечественная медицина продолжает выполняться молодым штатом сотрудников. Профессия всегда будет востребована и почетна, ведь они спасают наши жизни. Профессия это или все-таки призвание? История о молодом враче-неврологе из Щучина. Александр Чайка после окончания медуниверситета для работы выбрал небольшой райцентр и не пожалел. В Щучинской центральной больнице и для врачей, и для пациентов созданы все условия. Уровень медоснащения клиники не хуже, чем в областном центре. Специалистов хватает, к слову Александра Чайка, не просто врач-невролог, еще и писатель-фантаст. О призвании и необычном хобби подробнее Юрий Корнилович в рубрике «Наши медики». На прием к Александру Чайка сегодня очередь. Молодой специалист-невролог работает всего 4 года, но уже заслужил авторитет среди врачей и доверие у пациентов. Обращаются с разными проблемами. Главное – поставить правильный диагноз и своевременно подобрать лечение. Пациенты очень разные попадаются. К некоторым, я могу и пошутить, с некоторыми нужно вести 100 официальную беседу в пределах протоколов. К каждому пытаюсь найти, конечно, свой подход. Пытаюсь лечение подобрать максимально комфортно, учитывая сопутствующие патологии. Едвига Щербатюк среди тех пациентов, которых молодой врач буквально поставил на ноги. Многочисленные консультации у самых разных специалистов не принесли желаемого результата. Александр Чайка проблему нашел на первом же приеме. Если бы не он, то я бы, наверное, осталась бы инвалидом. У меня были очень серьезные проблемы, и я очень долго не могла найти никого, чтобы мне мог помочь. Вот единственный человек, который мне помог и который меня спас. Нет слов моей благодарности этому человеку. Хочу отметить, что мой ученик превзошел учителя, и я являюсь его пациентом. Упитывал как губку все практические знания, которые я передавал ему практически каждый день. Он приходил ко мне, что-то интересовался по поводу пациента, по поводу ведения, тактики ведения пациента, по поводу работы. В Щучин Александр приехал после окончания университета вместе с женой. Татьяна тоже врач, реаниматолог. Молодым специалистам сразу же выдали арендное жилье. Сейчас она в декрете, в семье подрастает дочь. Девочку назвали необычным именем Эльза. Комфортные арендные квартиры, надбавка к зарплате и возможность повышения квалификации. Чтобы закрепить на местах молодых специалистов, сегодня в Щучине есть все необходимое. Только за прошлый год в районе новоселье отметили шесть молодых медиков. Когда рабочий день позади, Александр погружается в другую фантастическую реальность. Своих героев, зачастую скопированных с образов реальных пациентов, писатель ставит в самые необычные ситуации. Идея автора – разобраться, как может измениться поведение человека в разных условиях. Сейчас Александр работает над романом о вымышленной вселенной. Книга рассказывает о вселенной, медиакарде, куда могут стекаться люди со всех остальных вселенных, в том числе и с нашей реальности, с нашей земли. И туда попала группа людей. Они знакомятся с местной, устроим местной вселенной, которая наполнена загадок, тайн. Свои произведения Александр публикует в интернете. У него уже есть масса поклонников, благодаря которым также появляются и новые сюжеты. Одна из задумок – написать книгу о медицине будущего. Особых трудностей, уверен, автор не возникнет, ведь еще 10 лет назад многие операции, которые сегодня делают в наших клиниках, тоже казались чем-то фантастическим. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.